Надеюсь, что да. Если нет, тогда налейте себе горячего чая, устройтесь поудобнее на диване, и мы начнём наш рассказ о Сербии. А рассказывать будем мы. Меня зовут Ирина Гуреева. Я живу в Новосибирске, но вот уже в Сербии была, наверное, два года подряд, и я живу в Сербии, очень люблю эту страну. И вообще про меня можно сказать, что я человек мира. И, видимо, я. Меня зовут Наталья Янкович. Я почти всю жизнь прожила в Новосибирске, но уже около двух лет живу в Сербии, и Сербия стала моим вторым домом. И хотела бы уточнить, а из каких вы городов, чтобы понимать нашу географию сегодня? Можете написать в чате. Малинск, Подмосковье, Краснодар. У меня в Краснодаре, кстати, близкая подруга живёт. Волгоград, Ралево, Москва, Челябинск. Тоже знаю Челябинск. Санкт-Петербург, Казань, Харьков, Украина, Киров. Большая у нас сегодня география. Да, широкая на самом деле. Итак, начнём наш рассказ о Сербии. Это первый вебинар из серии про Сербию. Ведь на самом деле это очень такая многогранная страна, и, честно говоря, про неё я могу говорить долго. Кто из вас бывал в Сербии? Или хотя бы на Балканах каких-то странах? Да, вообще, да. Да, хотя бы на Балканах. Отлично, отлично. А кто, например, не был, но очень бы хотел съездить? Какие у нас сегодня есть? Анна, Ольга. Ольга так загадочно улыбается. То ли хочет, то ли не хочет, непонятно. Юрий, добро пожаловать. Вера тоже. Сергей, мы. Отлично. Ну, вообще, что можно сказать? В общем, нет ничего проще, чем приехать в Сербию. Ведь в Сербию каждый день летают самолёты, и, что немаловажно, туда не нужна виза. А что нужно, чтобы приехать в Сербию? Это отличное настроение и настоящее желание путешествовать. Вообще, в настоящее время, в довольно-таки сложных политических условиях, есть беспокойство, что могут не дать визу или ещё что-нибудь. Но для того, чтобы приехать нам в Сербию, виза не нужна, и это большой плюс. И если вы хотите отправиться в Европу, то, пожалуйста, Сербия же, по сути, это тоже Европа. Часть Европы, да. И, кстати, ещё могу сказать, что вот я здесь два года уже прожила, и действительно об этом убеждаюсь постоянно, что сербы очень любят русских. То есть это какая-то прям безусловная любовь одного народа к другому. Более того, вот если я, когда знакомлюсь с какими-то новыми людьми, или, например, где-то на улице, не знаю, с продавцами в магазине, или я кого-то спрашиваю, куда пройти, точнее, как пройти, и они понимают, что я русская, то есть столько радости сразу. Сразу начинают вспоминать какие-то русские слова. Некоторые рассказывают мне стишки, которые учили в школе. Одна женщина мне рассказала стихотворение про Таню, которая громко плачет. Песню Катюша запевать. На самом деле для меня это приятно осознавать, учитывая, что действительно, как Ирина сказала, в сегодняшней политической ситуации, может быть, в Европе не везде уже стали любить русских. Поэтому это выход. Такой вопрос был от Аникины Татьяны, что в видеотрансляции ей не видно. Скажите, кому-то тоже не видно? В видеотрансляции, я понимаю, что Татьяна, наверное, имела в виду видео, наше. А, или, в общем, Татьяна, вы имели в виду слайды, или вот то, что нас видно будет? То, что видео мы не будем включать из-за интернета, потому что видео съедает сильно трафик, и проще говорить так, а вы можете смотреть. Мы дальше будем показывать вам разные красивые картинки, поэтому будет куда смотреть. И потом в конце вебинара, собственно говоря, тоже будет такой очень интересный и необычный сюрприз от нас. Ну, в общем, хотела бы сказать, в общем, так получилось, что первая моя поездка в Европу, да, на европейский континент оказалась именно в Сербию. Это вышло, на самом деле, так интересно и случайно. Друзья пригласили меня на музыкальный фестиваль, и я согласилась. На самом деле я вообще ничего не знала об этой стране, так только, ну, немножко, может быть, там, из истории что-то. И я немного рабела перед поездкой, и каково же было мое удивление, когда, приехав в Новий сад, это было именно место проведения фестиваля, я увидела по-европейски красивую площадь, много народа на ней танцевало, там, не знаю, под какую-то зажигательную рок-группу. Были такие яркие огни, яркие люди и, в общем-то, яркие эмоции. И вот что меня очень сильно удивило, то, что названия улиц, там, вывески магазинов, они были как на кириллице, так и на латинице. Вот, но, как бы, официальным, да, алфавитом является кириллица в Сербии. И вот если, вот это вот, следующий слайд, да, это мои первые фотографии из Сербии. И вот если вы увидите на второй картинке, довольно забавное для русского, может быть, слово, да, но, в общем, это вот на кириллице. Ну, понятно, забавно или непонятно. Многие слова, я вот когда начала изучать сербский язык, я поняла, что многие слова, они понятны, есть, в них есть даже больше логики, чем, например, где-то в русском. Ну, как бы, русским людям здесь будет несложно понимать, особенно когда читаешь. Ну, да. Вот, это, на самом деле, это Новий сад. И здесь как раз проходил один из самых больших фестивалей Европы Экзит. Он проходит каждый июль и собирает до полумиллиона участников со всех континентов. Проходит этот фестиваль в огромной крепости 17 века, в крепости Петра Вородин. Вообще, ну, этот фестиваль, он не единственный в Сербии. И что мне показалось, да, то, что сербский народ, даже несмотря на все вот эти перипетии прошлого, да, они остаются поистине гостеприимными, они умеют веселиться. Наташ, по-моему, очень сильно плохо, очень стало слышно меня. А, все, окей. Извините, извините за технические неполадки небольшие. В общем, да, мне показалось очень таким, очень интересным, то, что они умеют веселиться, отдыхать. И вот такое слово есть в сербском языке. Я прошу прощения, если я как-то произнесу его не так, но, как я его слышала, да, это вот мерак. Это вот такой, как бы, кайф, да, и умение получать от жизни удовольствие. Ирина, извини, что перебью. А, тут, да, 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 когда я не перебью, извините. Говорю. И вот еще такой один фестиваль, рок-фестиваль, проходит он в городе Зайчар на юго-востоке Сербии. И этот город еще по-другому называют город, где любят гитару. Сам фестиваль, это, по сути, соревнование молодых, подающих надежды групп. Но иногда этот фестиваль посещают и именитые музыканты. Вообще, август в Сербии, он богат на такие веселые фестивали. Это и крупнейший музыкально-пивной фестиваль в Белграде. Белград Биарфист. И он, кстати, больше, чем Октоберфест. И... И фестиваль Гуча. Это такая маленькая деревенька в Западной Сербии. Этот фестиваль для любителей этнической музыки Балкан. И я считаю, что это такое, на самом деле, выражение настоящего музыкального безумства. Учитывая, как сербы умеют отжигать, этот фестиваль хотя бы раз в жизни стоит посетить, просто чтобы понять, что такое отдыхать и веселиться по-сербски. Гарантирую, вы этого никогда не забудете. Я очень хотела бы вставить через свое слово, так как я здесь живу и вижу это все. И я понимаю, что сербы, они, в принципе, любят устраивать различные фестивали. А эти фестивали посвящены абсолютно всему. И музыкальные, и детские, и посвященные еде, и еще всему-всему-всему. И я попыталась составить такой небольшой каталог, если вот кому-то будет интересно, я скидываю ссылку. Здесь как маленький мини-каталог различных фестивалей. То есть если вы приедете в Сербию в какое-то там определенное время или определенный месяц, вы можете посмотреть и, возможно, посетить какой-то из фестивалей. Вот. Что еще я заметила, то, что в Сербии... Да, Наташа, спасибо большое. На самом деле будет очень интересно почитать. Вот. И что я заметила, то, что в Сербии очень популярен спорт. И даже на улицах, да, стоят такие бесплатные уличные тренажерные площадки. И они во многих городах есть в достаточно большом количестве. Вот. И вот я, по крайней мере, была в нескольких городах, и я в них видела такие площадки. Вот. И помимо... То есть и еще, мне кажется, в Сербии... В Сербии вообще настоящие фанаты велотуризма. И вот с кем я знакома, у них у всех есть велосипеды. В настоящий момент... То есть в данный момент в Сербии около более тысячи километров различных веломаршрутов. И вот, например, через Сербию пролегает, как сказать, дунайский велопуть. Это путь с севера на восток. Вот здесь на карте показан примерный маршрут, да, через какие города он пролегает. И я бы хотела остановиться на ярких пунктах этого маршрута. Первый пункт, это, несомненно, Фурушка гора. Это, на самом деле, довольно-таки живописное место. Это национальный парк. И он находится на севере страны, в крае Воеводина. Сам этот парк находится буквально в 30 минутах езды от Нови Сад. Вот. То есть туда можно сесть на автобус, спокойно до туда доехать, и там уже покататься на велосипеде. Можно отправляться вот в эти вот, ну, в короткие однодневные велопутешествия. А можно на несколько дней по всей Северной Сербии и Восточной Сербии. Нужно отметить, что Северная Сербия – это большая равнинная местность. Там вот лишь Фурушка гора – это вот и есть горы, где можно покататься как бы на горном велосипеде. Еще Фурушку гору называют «Сербский Афон». Там действительно очень много монастырей. Помимо этого, в этом районе можно посетить город Сремский Карловцы. Я в нем была несколько раз. Это, честно говоря, очень такой милый городок, очень уютный город с богатой историей и с памятниками архитектуры своеобразными. И это один из древнейших поселений в Сербии. И что интересно, то, что здесь в III веке, по-моему, нашей эры, римским императором была заведена первая виноградная лоза. И вот с тех пор здесь производят вино. Здесь на самом деле очень такие большие винодельни есть. И интересный такой факт, то, что произведенное здесь вино, бермет, это крепленное вино, было одним из заказов на «Титаник». Еще одним ярким пунктом маршрута является национальный парк «Джердап». Часть его находится в Румынии, а часть — в Серпии. И в этом национальном парке находится крепость «Голубац», через который, ну, то есть, и эта крепость находится в городе, «Голубац», и через этот город проходит европейская трасса «Евровело-6». Так что, в общем, это на самом деле очень интересный такой маршрут, где, помимо вот этих вот ярких точек, можно еще увидеть различные этнические деревеньки или там города очень интересные. Вот, поэтому... можно проехаться. Еще один район в Сербии, где можно покататься на велосипеде, это юго-запад и юг. Но там на самом деле больше гор, и поэтому это больше подходит для горного велопутешествия. вот этот такой, ну, я примерно составила такой маршрут, да, где можно на самом деле покататься, где очень живописные места бывают. вот, и хотела бы рассказать о таких тоже ярких пунктах этого маршрута. Ну, во-первых, это, во-первых, нельзя не отметить, там, горы Тара и река Дрина. Это на самом деле, вот, даже если, даже просто если посмотреть на фотографии, это очень-очень живописное место, и, я думаю, ни один любитель покататься на велосипеде, вот именно в таких местностях, не откажет себе в удовольствии. Также вот здесь можно, далее по горным серпантинам, да, вот с этих гор, можно добраться до острова Завиньи, и можно остановиться на ночлег, передохнуть, основательно подкрепиться в настоящей сербской кухне, отправиться далее. Еще одним живописным местом в Сербии является Мокрогора. Я там была, вот, и могу сказать, что, ну, я была поражена красотой этих мест. Это вот серпантины, это горы, леса, какие-то заводи, ну, действительно очень красивое место. И если вы, например, устали кататься, то можно по дороге посетить деревню, есть такая этнодеревня, которую построил Эмир Кустурица, называется Дорвенград. И, в принципе, где в мире еще можно прогуляться по улице Брус-Али, или свернуть на переулок Джима Джармуша, или спуститься на улицу Фредерико Феллини. Вот, то есть, на самом деле, довольно такое примечательное место. Пожалуйста, если будете в этих краях, можете посетить это место. Также можно проехаться на Шарганской осмите. Это такой ретропоезд, и он ездит по местам, где снимали как раз фильмы Эмир Кустурица «Жизнь как чудо». Вот, можно проехаться на поезде, если хотите отдохнуть, либо на велосипеде по туннелям через скалы. И, я думаю, один из ярких таких пунктов этого маршрута является национальный парк Увадс с его такой интересной рекой Увадс, да, Увадс, прошу прощения. И мне кажется, что вот эта вот фотография вот этих мест, да, оно является одной из таких визитных карточек Сербии. Вообще, помимо велосипедов, здесь развиты, вот в этом как раз районе развиты и пещерные спуски, и пешие походы, и рыбалки. И нужно отметить, что это один из самых чистых районов планеты. Еще хочу сказать, что вообще рельеф страны, да, Сербия очень разный, есть и горы, и равнины, как я уже говорила, много рек и озер, и поэтому эта страна вообще, эта страна по-любому будет интересна людям, которые любят активный образ жизни, любят активно отдыхать. И вот про активные виды отдыха в Сербии нам расскажет Наташа. Я хотела бы спросить, а у нас в сегодняшних участниках, кто-то занимается каким-то активным видом спорта? Может быть, на велосипедах катается, может быть, на лыжах, может быть, любят на лошадях прокатиться иногда. Никто ничего не любит, какая-то тишина. Да, Алла и Петер, да. Алла и Петер, а да, это что значит? Каким видом спорта вам нравится заниматься? Велик, беговые лыжи. Так, Сергей, вам к нам, в Сербию. Анна Бочегова, сплавляясь на катамаранах. Вот про катамараны не знаю, но можно сплавляться на лотах точно, и рафтинг здесь очень распространен. Так, Светлана, велосипед, верховая езда, велоспорт. Станислав, маунтинбайк. Ну, кстати, маунтинбайк, я думаю, что можно по вот этим велодорожкам ездить, или нет? Я вот, к сожалению, тут маунтинбайк меньше знала. Нет, на самом деле, вот, можно как раз по вот этим горным, по Южной Сербии, да, по Западной, там как раз горы, и можно там спокойно покататься. То есть есть такие места. Я не рассказывала про велосипеды. Я в России вот этого не замечала, в российских городах, а вот именно в Новисаде здесь, в Сербии, очень распространен велоспорт, и там прям есть дорожки. Причем есть дорожки для велосипедистов и дорожки для обычных пешеходов. И даже местные говорят, что можно понять, это приезжий человек или местный, потому что местный он всегда будет идти по пешеходной дорожке, а приезжие, они будут болтаться и там, и там. И причем, если ты идешь вот по этой велодорожке, то тебе могут сзади сигналить, очень так недовольно, что вроде как что-то на их территорию зашел. То есть они вот прям равноправны. В Новисаде это очень ярко выражено, если вот всю Сербию смотреть. Ну вообще, на самом деле, да, с нами так и было, на самом деле. Иди отсюда. Но конкретно, если говорить про активный спорт, я могу сказать, что в Сербии он на самом деле не ограничен. Здесь можно и заниматься параглайдингом, рафтингом, альпинизмом, горными лыжами, сноубордом. Ну вот, на самом деле, прям настолько все это разно и развито. Например, если говорить про зимние виды спорта, горные лыжи или сноуборд. Ну, во-первых, я хочу сказать про одно место, которое я безумно люблю и которое я вот всем, всегда, всем своим русским друзьям рекламирую. Это местный горный хребет Капаоник. Забегая вперед, могу сказать, что Капаоник на самом деле очень универсальное место. То есть там можно зимой кататься на лыжах и кататься на сноуборде, а летом можно делать все остальное. И в Капаонике, во-первых, он самый известный в Сербии лыжный курорт и на Балканах. Он славится тем, что достаточно длинная протяженность трасс общая около 70 километров и много трасс. Причем трассы есть для новичков, есть трассы для супер-профи, сложной и средней сложности. И более того, что мне вообще очень там нравится, то, что на Капаонике особое внимание уделяется детишкам. То есть это помимо того, что может быть интересно людям, у которых и нет детей, но иногда, например, семья любит кататься, маленький ребенок, ему непонятно куда деть, грубо говоря. А там есть и детский лыжный сад, есть школа с индивидуальными инструкторами, есть детские площадки, аттракционы, там даже устраивают детские аниматоры, они устраивают что-то типа дискотек для маленьких лыжников. То есть вот этот момент там проработан просто очень хорошо. И вообще, честно говоря, меня радует тот факт, что правительство Сербии обустраивает Капаоник все больше и больше, то есть они хотят действительно вкладывать деньги, хотят быть достойным соперником альпийским курортом. И сейчас на территории Капаоника есть много ресторанов и гостиниц, причем и высокого класса, и попроще. Поэтому те, кто любят кататься на лыжах, особенно на лыжах, вот я, кстати, заметила, что почему-то все-таки Капаоник больше распространен, и там больше лыжников, но на сноубордах тоже катают, тоже есть. И я в первую очередь всем советую ехать туда. Но помимо Капаоника здесь, конечно, есть и другие лыжные курорты, но они меньше. Например, это Старопланина. Она является частью Карпат и в то же время естественной границей между Сербией и Болгарией. По сравнению с Капаоником она меньше и инфраструктура развита хуже. Но при этом, если, например, у вас есть время достаточно, и вы на Капаонике покатаетесь, то я искренне советую кататься и на Старой планине также. Есть еще такая гора на юго-западе Сербии, называется Голия. Причем она сейчас, в настоящий момент, она не совсем поднята на высокий уровень. Там все строительство в самом разгаре. Но вообще говорят о том, что вот эта вот гора, она может, когда вот туда много денег ложится, когда там инфраструктура и больше трасс делают, инфраструктура улучшится, она может обслуживать даже больше лыжников, чем и Капаоник, и Старопланина вместе взятые. Поэтому это, может быть, единственное, чуть позже, может быть, не сейчас. Но так ради интереса, например, если вы приедете в Сербию и захотите там на одном курорте побывать, на другом и сами сравните. Еще могу сказать про гору Дивчибар. Она находится близ города Валева, это западная Сербия. Там много снега, но, к сожалению, срок снежных дней, период, он достаточно короткий. Но есть лыжные трассы и есть даже ночная трасса. Кстати, я забыла сказать, что в Капаонике можно кататься не только днем, но еще и ночью, потому что трассы освещаются, некоторые трассы освещаются ночью. И еще одно место здесь есть Златибор. Очень-очень красивое место на западе Сербии. Там, во-первых, в чем такая основная фишка этого места? В том, что там каким-то образом сочетаются два разных климата совершенно. Среднеземноморский и континентальный. И поэтому там очень чистый и, можно даже сказать, лечебный воздух. Во-первых, там есть курорты, именно для лечения проблем, у кого есть проблемы с бронхами или с системой дыхательных путей. Ну и вообще, в принципе, там можно кататься, например, на лыжах также. Вот, поэтому советую всем. Напишите еще раз, кто любит зимний спорт. Я рассказываю, кому это было так интересно. Татьяна, я вижу, Алла и Петер. Так, ну Татьяна, точно. Ну хорошо, давайте тогда сейчас я про лыжи закончу. Начну другое. Но вообще, если я говорю про горы, то здесь, конечно, нужно рассказать про такой вид спорта, как скалолазание. Здесь он тоже распространен. Во-первых, это, конечно же, мой любимый Капауник. Там можно лазить по горам. Также можно заниматься этим видом спорта на Старой планине. Также на Фрушке-горе. И, кстати, на Фрушке-горе летом практически каждую неделю альпинисты проводят альпинистские экскурсии. И еще, кстати, менее известная, но тем не менее достойна внимания гора Артань. Там ежегодно под Рождество альпинисты организуют международные восхождения на горы. Тоже интересно. И если мы говорим про горы, то, конечно же, нужно сказать про параблайдинг. То есть полеты на парапланах. Сама очень мечтаю на них полетать, хотя я безумно боюсь высоты. Но почему-то мне прям вот так тянет на нем пролететь и посмотреть. Мест здесь достаточно для этого. Это, во-первых, также Капаоник. Я буду вообще, вот любой вид спорта, я практически говорю, что в Капаонике это можно делать. Это можно делать в окрестностях Кралева. Особенно есть небольшое село, которое называется Богутавац. Из-за того, что там особенности климата и особенности местности. Из-за этого создаются такие особо благоприятные условия для полета. Причем независимо от высоты. И еще обязательно нужно упомянуть Златибор. Так как там между Первой и Второй мировой войной даже был центр обучения пилотов. А потом позже был центр авиации. И еще одна гора называется Коритник. Она находится на границе с Албанией в районе Косово. И там же, кстати, находится местный курорт. Называется Нишка-баня. И ежегодно там проводят соревнования по парагайдингу. То есть участники стартуют со склона горы Коритник и приземляются в Нишке-баня. Очень красиво. Если вы будете именно... Или сами заходите поучаствовать. Или, например, будете именно вот в этой бане, Нишка-баня, в этом курорте. Я искренне советую посмотреть это все. Вот. Другой вид спорта – это верховая езда. Это, во-первых, Копаоник. Опять-таки. А еще в Сербии есть два крупных конезавода. Они оба находятся недалеко от города Субботица, на севере Сербии, практически на границе с Венгрией. Первый – в деревне Келебия. Он считается самым большим в Сербии. Там можно кататься верхом, можно кататься в карете. Причем карета построена по образцу кареты 1700 года. То есть можно себя почувствовать, не знаю, дамами и джентльменами, кто катался раньше. И вообще в этом месте есть красивый парк, пруд. То есть если вы, например, любите кататься на лошадях, можете покататься, потом отдохнуть еще и погулять. А другое место – это Зобнатица. Также находится недалеко от Субботицы. Очень старый конезавод. Там есть ипподром, конная школа. Есть тренера. То есть можно научиться, если кто не умеет. И еще один момент про активный спорт, который я обязательно хочу упомянуть – это рафтинг и сплав на плотах. Кто-то там писал, я помню, что любит на катамаранах, но я думаю, может быть и на плотах будет интересно. Здесь, так как много горных рек, соответственно, очень много горных рек. Основные реки – это Дрины и Бар, Лин и Убац. Но я хотела бы обратить внимание на Дрины, потому что там ежегодно, уже в течение 20 лет, проводится Дринская регата. Причем участвует неограниченное количество людей. И ты можешь сплавляться на чем угодно. Самое главное, чтобы вот это вот, не знаю, как сказать, то, на чем ты сплавляешься, оно могло плавать. Вот это самое интересное на самом деле такое событие. Оно посвящено… Когда-то здесь работали сплавщики, которые провозили лес. Вот они были очень отважные, выносливые. И вот именно им посвящена вот эта вот Дринская регата. И, помимо всего прочего, хотела бы обратить внимание о том, что вся Сербия расположена на подземных термоминеральных озерах. И при этом Сербия – это одна из немногих стран Европы и, я могу даже сказать, стран мира, где представлены все возможные лечебные факторы. То есть это и воздух, и грязь, и радоновый газ, и минеральные воды. Оно единственное зависит от региона. И здесь огромное количество и вот курортов, они называются по-сербски баню, то есть водный курорт, и минеральных источников много. Но я не буду сейчас как бы вдаваться в подробности. Я также как вот про фестиваль составила небольшой каталог. Вот, Ирина, можешь сбросить сверху. И там я подробно рассказала про несколько бань, про несколько водных курортов, где можно что лечить, где-то можно систему дыхательных путей, где-то сахарный диабет, где-то там еще что-то. Ну вот почитайте, если кому-то интересно вот этот момент именно улучшить свое здоровье, то в Сербии тоже, как говорят сербы, сербы добро дошли. То есть добро пожаловать. Да, помимо таких активных видов отдыха, мне кажется, еще такой одной визитной карточкой Сербии является этнотуризм. Это этнодеревни и салаши, или хутора по-нашему. Учитывая бурную историю Сербии, да, военные действия, которые приводили к разрушениям памятников древности, в общем, вот как бы сочетание всего этого, мне кажется, заставляет сербов по-настоящему ценить свою культуру, то, что у них сейчас есть, свою нацию. И вот именно вот эта сплоченность их, она как бы, она сделала так, что сербы в итоге все равно, они остались нации, какие были раньше. И это поразило меня при общении с ними, то есть насколько они любят свою историю. Расскажу такую историю. Когда мы проходили контроль безопасности на фестивале, один из охранников, он услышал, что мы разговариваем по-русски, и ему очень захотелось с нами поговорить. И вы не поверите, мы в течение 40 минут с ним разговаривали на русском, кстати. Они разговаривали об истории России, об истории Сербии, о том, как мы взаимодействовали друг с другом, и вообще как много у нас общего. И на самом деле это меня очень поразило, насколько он глубоко знал историю России и историю Сербии. И вот именно из-за того, что они чтут историю и трепетно относятся к своей культуре, у них есть такие вот этнодеревни или этномузеи, да, где можно узнать, где можно вообще почувствовать вот их вот внутреннюю культуру, можно увидеть, что это такое. Одно из крупных таких вот этнодеревений является Сирогойно или Старое Село, которое находится в Златиборе. Также еще хотела бы отметить вот про Салаши. Они характерны именно для региона Воеводина. До середины 20 века это были такие, как бы, они, как сказать, они очень, это были такие процветающие хозяйства, но потом селяне, они стали уходить в города для больших заработков. И вот эти вот Салаши, они стали приходить в упадок. Но, может быть, в другой стране они действительно пришли в упадок и все, и в разорение. Но так как сербский народ, они действительно, как я уже сказала, заботятся о своей культуре и трепетно относятся к ней, они превратили вот эти вот Салаши в такие этнодеревни, где они сохранили первоначальный вид свой, свою утварь и кулинарные своеобразные рецепты. Вот. И, кстати, про кулинарные рецепты. Хочу тоже еще рассказать одну такую историю, которая произошла со мной в Сербии. Довольно забавная. Мы гуляли по Сыренской Карловце и увидели какое-то такое место и подумали, что это, ну, типа ресторана, что-то, ну, что-то вот, в общем, что-то типа такого, типа кафе. И заходим туда, там был такой дворик уютный, дом был, там куча людей сидела. Вот. Мы заходим, значит, здороваемся с ними. Они не разговаривают по-английски, по-русски, мы не разговариваем по-сербски. Ну, только так, добр-дан, только знаем, и все. Вот. Но они нас пригласили на свою веранду, мы, значит, сели, мы думали, действительно, это ресторан. Ну, то есть не ресторан, а кафе такое маленькое. Вот. Они нам приносят вино, угощают нас. Ну, как бы мы спокойно его пьем, действительно очень вкусное вино. И спрашиваем у них, есть ли у них что-либо покушать. На что они отвечают? Ну, нет. Как бы, так, очень удивленно, пожав плечами. Нет, нету. Вот. Ну, мы так, ну, хорошо, ладно, типа, попьем дальше. Вот. И потом, через некоторое время, они нам приносят какие-то такие пышки интересные. И что-то еще какие-то блюда непонятные. Вот. Я, честно говоря, забыла, как они называются. Вот. Но действительно очень вкусные. И вот суть всей истории. То, что, ну, во-первых, я, ну, мне понравились эти блюда. Я спросила у хозяйки, как их готовить. И она мне на своем сербском. И с помощью жестов, и показывая, какие, из каких продуктов она это делала, объяснила, как делать эти пышки, как делать там вот еще одно блюдо. Вот. И потом в итоге оказалось, что это вообще, это просто частный дом, частное владение и частные винодельни. То есть мы просто так вломились в чей-то частный дом. Вот. Ну, по сути. Вот. Но они все равно с радушием нас приняли и еще и рассказали, как готовить, как что готовить и угостили едой и вином. Вот такая вот история. А вообще вот кто-нибудь... Да? Кто-нибудь из вас вообще, ну, то есть пробовал сербские блюда? Да, вообще, то есть, да, блюда сербской, балканской кухни. О, плескавица, да. Ну, плескавица, я прошу прощения. Я понимаю, много чего пробовали. Судя по фамилии и по сербскому языку. Чивапчичи, раки, раки. Татьяна, какую ракию больше всего любите? Точнее, какая вам больше понравилась? Сербские пироги с мясом. Я так полагаю, это, наверное, Станислав Бурок. С дыней. С дыней или с дуней? Татьяна. Насколько я знаю, дуня это не дыня, это что-то другое, другой фрукт. А, нет. Дуня это айва, а дыня, да, там есть такая дыня с медом, по-моему, раки. Такие тяжелые спиртные напитки не особо пью, поэтому сложно не сказать. Чонная ягнятина. Крушевица. А мне, кстати, сами следы, я как спрашиваю, когда, какая самая лучшая ракия, мне почему-то советуют... Ну, много знают, да, на самом деле. Честно говоря, даже не знаю, почему. А есть у вас какие-то любимые, может быть, блюда? Или вы вот просто написали то, что пробовали? Или то, что вы любите? Валевские шкварки. Мне кажется, шкварки они как-то так называются. Я видела, как их готовят, их очень долго мешают, там, в каких-то чинах, и прям такая долгая, долгая процедура шкварок, да. Сырбский посоль. Вот, как раз про сырбский посоль Алла и Петер. Могу сказать, какое-то время назад я с друзьями поехала на свой любимый Капаонник, и по дороге мы решили заехать в ресторан. Безумно красивый ресторан, называется Старый Бунар. Может быть, кто-то был там. Вообще, на Капаоннике кто-то был. Но в любом случае, в общем, когда едешь именно по дороге, есть такой небольшой ресторанчик, причем он именно вот в горах, красивое озеро, и на берегу озера вот этот вот ресторан. То есть есть там маленькая речка, где много рыб, и ты можешь их ловить, этих рыб сам, и тебе их приготовят. Здесь же уточки. Алло, Наташ?